Ваши деньги Как за каменной стеной Саров Бизнес Банк Стабильный Благополучный банк Студенты, молодые специалисты, активисты общественных объединений получили на форуме уникальную возможность Пообщаться с представителями власти и ядерного центра и задать им интересующие вопросы Их оказалось немало и затронули они многие сферы жизни города Ребят волнуют отношения с Нижегородской епархией, работой местной власти по программе «Цифровая экономика» И реконструкция школьных стадионов Мы вместе с администрацией разработали программу на 4 школы Те, кто позволяет площадь Этот год мы планируем школу номер 14-16 Следующий школу номер 7 Потом 12 И школу номер 13 Помимо выступлений первых лиц города Для участников подготовили разнообразные тематические площадки Которые позволили им познакомиться с молодежными организациями нашего города И даже принять участие в благотворительной акции Каждый желающий мог приобрести наклейку или пряник с символом клуба «Лотос» И собранные средства пойдут на приобретение специального музыкального оборудования Большой интерес вызвал и поисково-кинологический отряд Он занимается поиском и спасением людей в лесу и разрушенных зданиях Делают это волонтеры под руководством профессиональных спасателей И при помощи проводника с собакой Собака при поиске может заменить порядка 10-15 пешеходных волонтеров Пеших поисковиков Если человек может пройти мимо обессиливающего пострадавшего Который лежит буквально где-то под каким-то бревном Или еще где-то Он просто может его не заметить Собака этого не допустит Обозначит лаем пострадавшего Стать волонтером поисково-кинологического отряда может каждый И если вы действительно хотите помогать тем, кто в этом нуждается Достаточно позвонить по телефону 8-904-787-50-73 Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов Служба новостей, Саров-24 В этом дворе на улице Куйбышева абсолютно очевидно Не хватает парковочных мест Автовладельцы оставляют свои машины прямо на газоне И если зимой проблема не так ярко выражена То летом изъезженный газон уродует пейзаж А в сырую погоду грунт с него автомобили разносят по всему двору Поэтому вместе со своим депутатом Жители домов решили облагородить стихийную парковку Организовав таким образом порядка 7 машиномест В прошлом году был сделан проект на это расширение В этом году будем реализовывать по программе поддержки местных инициатив В том числе с участием граждан и спонсора Специально разрабатывали проект таким образом Чтобы ни одно дерево, ни один кустик не был затронут Дабы избежать компенсационного озеленения И таким образом удорожания проекта Общая стоимость проекта 340 тысяч рублей В случае если он пройдет конкурсный отбор Половину суммы выделит областной бюджет Еще 30% городская казна Остальное средства жителей и спонсора Год назад по такой схеме в этом же дворе появилась детская площадка А вот в ТИЗе благодаря программе поддержки местных инициатив В прошлом году заасфальтировали три проезда и проложили канализацию по двум улицам Общая стоимость работ порядка 7 миллионов рублей Вдохновленные результатами жители микрорайона и в этом году заявились на конкурс С не менее масштабными проектами При положительном решении конкурсной комиссии В ТИЗе появится еще два заасфальтированных проезда И еще по двум улицам проложат канализацию Каждый проезд по ремонту покрытия будет где-то в районе миллиона рублей И еще канализации на 4 миллиона рублей Но окончательная стоимость будет определена уже по результатам конкурсных процедур Программа поддержки местных инициатив Она очень хорошо нам в помощь И я думаю, что в дальнейшем мы продолжим реализовывать такие проекты Всего в рамках ППМИ в этом году в Сарове может быть реализовано 8 проектов Софинансирование по каждому из них может достигать 2 миллионов Чтобы войти в программу поддержки местных инициатив необходимо провести собрание жильцов А после протокол собрания и документы по проекту представить до 23 марта в департамент городского хозяйства Время еще есть, но, как утверждают специалисты, в конкурсных вопросах важна каждая минута Срок подачи тоже бывает влияет Если мы наберем, например, одинаковое количество баллов любой из проектов с каким-то другим проектом Кто быстрее привез, играет роль Вопросы благоустройства остаются приоритетными как на уровне федерации, так и на уровне районов и муниципалитетов В прошлом году в Сарове софинансирование в рамках ППМИ получили все 8 заявленных проектов Есть надежда, что в этом году ситуация может повториться Более подробную информацию об участии в программе поддержки местных инициатив Можно получить в ДГХ по телефону 97768, а также у депутатов по своему округу Лидия Шулаева, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей Саров-24 Большую часть любого педагогического коллектива составляют женщины И в преддверии 8 марта им было особенно приятно знать, что их старания на нелегком поприще воспитания и обучения детей оценили на высоком уровне На самом деле то, что вы делаете, вкладываете свою душу в наших детей Мы затем эти детей видим уже на сценах, на спортивных площадках Более 30 работников сферы образования были отмечены грамотами и благодарственными письмами администрации На торжественной церемонии наградили тех, кто собственным примером увлекает детей в мир науки и знаний Каждый из вас действительно искренне любил свою профессию Но вместе с тем я вас очень прошу помнить, что каждый из вас уникальна, неповторима, восхитительна, умна, талантлива, прекрасна, очаровательна и самая лучшая женщина в мире Разговор о представительницах прекрасной половины человечества продолжили педагоги 11-й школы Именно они создавали праздничное настроение своим коллегам по цеху Ни слова о работе, только песня, танцы и юмор Елена Грицкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24 Фойе 13-й школы оживленно Ученики волнительно сжимают в руках паспорта и черные ручки Пройдя осмотр металлоискателем, ребята отправляются в актовый зал на предварительный инструктаж Те, кто в финале своего школьного пути сделал выбор в пользу профильной математики Первыми в городе увидят новую технологию Их знаменационные задания будут печататься в самом пункте сдачи ЕГЭ Раньше все эти материалы привозились из Нижнего Новгорода в напечатанном виде Все было достаточно громоздко Сейчас мы отрабатываем новую технологию, когда из Нижнего пришли только диски Упаковки с дисками скрываются во всех пунктах сдачи ЕГЭ одновременно Сразу после единого сигнала о начале тренировочного испытания Все процедуры проходят по четкому регламенту Контрольно-измерительные материалы запускаются в печать После чего у школьников будет ровно 3 часа 55 минут на выполнение заданий Материалы не только печатаются в аудитории Они еще в день проведения экзамена, в этом же пункте проведения экзамена и сканируются А затем уже в электронном виде отправляются на проверку на федеральный портал Учителям опробовать новую технологию, ученикам проверить свои силы И познакомиться с процедурой сдачи ЕГЭ Организаторы отмечают, что эта форма колоссально экономит ресурсы Людские и материальные Если раньше задания в бумажном виде привозились из Нижнего Новгорода в ночь перед экзаменом Сегодня такой необходимости нет Все кимы записаны на информационном носителе Для каждого участника свои индивидуальные бланки Пешеходы уверенной походкой двигаются в сторону проезжей части Но некоторые в последний момент останавливаются и меняют свое решение А все потому, что на дороге в районе спортивной школы больше нет пешеходного перехода Убрали его после введения в эксплуатацию нового моста через реку Сатис Но взамен горожанам организовали целых два перехода Правда, в нескольких метрах от прежнего Один вообще регулируемый, который около Музрукова Вообще он безопасный Там выделена фаза дополнительная для пешеходов Она отдельная Либо на пешеходном переходе, который на перекрестке с улицы Довиденко Подход к проезжей части преградили заборами Сделали это для того, чтобы горожане случайно не вышли на дорогу На которой уже достаточно давно нет ни соответствующих знаков, ни зебры Но, как оказалось, далеко не все обращают внимание на установленные ограждения Дабы сократить время и срезать путь из старого района в новый Саровчане просто-напросто обходят забор и переходят проезжую часть в привычном месте В то время как именно здесь зона достаточно плохой видимости для автомобилистов Огромные сугробы на обочинах не позволяют водителям увидеть человека на дороге Сусоматически стараемся выставлять туда автопатруль Именно в вечернее время Потому что обычно вечером дети закончат тренировки Либо на тренировку идут козьими тропами Инспирадо ПС проводит с ними беседу А для тех, на кого разъяснения сотрудников ГИБДД не подействовали Существуют административные меры За переход дороги в неположенном месте нарушителю грозит штраф Дарят Сопорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24 Первые теплые весенние дни не для всех становятся радостными А все потому, что солнечное теплое утро нередко переходит в холодный дождливый ветреный день И при резкой смене погоды детский организм испытывает стресс А значит возрастает и количество респираторных заболеваний Сыграла еще роль эти наши длительные праздники и каникулы Когда все-таки есть большой перерыв То соответственно в понедельник у нас в детской поликлинике Приходится больше всего количества вызовов И вот в этот понедельник, который был 12 марта У нас было 490 вызовов Дети гораздо чаще взрослых болеют простудными заболеваниями Но зачастую их родители путают грипп с обычной простудой И несмотря на то, что эти заболевания в чем-то схожи Симптомы у них совершенно разные Грипп, он начинается остро Сразу с резкой подъема температура Температура, как правило, высокая, выше 38 И в первые дни нет катаральных явлений То есть нет ни насморка, нет ни кашля А вот простуда начинается с насморка, кашля и боли в горле И только потом поднимается температура В любом случае, если вы видите, что ваш ребенок заболевает Не стоит везти его в детский сад или школу Это может вызвать вспышку болезни у всего класса Да и к тому же, ребенок, который переносит грипп на ногах Больше подвержен осложнениям этой болезни Осложнения самые разнообразные То есть это присоединение бактериальной инфекции Атиты, гаймориты, бронхиты, пневмония Чтобы избежать подобных проблем Достаточно соблюдать простую профилактику Часто проветривать помещение, делать влажную уборку, принимать витамины Не менее важной станет и вакцинация Мария Рунич, Владимир Есеников, Владимир Лисик Служба новостей, Саров, 24 В 2007 году Изабель Каро стала лицом рекламной кампании «Нет аннорексии» На тот момент вес девушки составлял всего 28 килограммов Изабель всеми силами боролась за жизнь Но, к сожалению, процессы, запущенные болезнью, оказались необратимы И Изабель скончалась Худая, значит успешная Этот стереотип долгие годы навязывают средства массовой информации Кино и фэшн-индустрия Но если взрослый человек сто раз подумает Прежде чем отказываться от еды в пользу 90-60-90 То девочки-подростки часто недовольны своей внешностью И под влиянием глянца решают похудеть любой ценой Реклама насаждает нам Вот такие вот зачастую образы Которым подросток начинает подражать И чаще всего это даже идет подражание целыми группами подростковыми Это становится модным Это становится как психическая эпидемия Каждая 20-я девушка в возрасте от 12 до 24 лет Страдает теми или иными нарушениями пищевого поведения Самая серьезная из них – анорексия Официально признана психическим расстройством Эта девочка смотрит на себя в зеркало Сама истощенная Но смотрит на себя в зеркало И она видит себя толстой Это уже бред Это уже искажение восприятия Это уже нарушение психическое на уровне психоза Когда подросток излишне критичен к своей внешности А все его интересы сводятся к диетам, средствам для похудения, тренировкам Когда он начинает отказываться от еды и постоянно терять вес Нужно сразу обращаться к специалисту Ведь в юном возрасте счет может идти буквально на месяцы Дело в том, что когда уже доходит до кахексии, до истощения Дело в том, что тут уже начинаются такие необратимые изменения в органах И в сердце, и в печени, поджелудочные Весь кишечник атрофируется, высыхает буквально И даже уже когда пытаются кормить через зонт психиатрической больницы Допустим, эту пациентку Они начинают уже работать очень часто То есть это уже смертность высокая Это же надо знать Обязательная длительная реабилитация Поддержка и понимание со стороны близких Переключение внимания на другие интересы И постоянная работа самооценкой могут помочь подростку не стать жертвой анорексии Наталья Петрунина, Константин Островский, Александр Мальков Служба новостей, Саров-24 Елена Севцова подала заявку на право стать волонтером больше года назад И сейчас у добровольцев начинается активная фаза подготовки к Мундиалю Лекции и тренинги Она считает, что быть добровольцем и представлять Россию на соревнованиях высокого уровня Не только интересно, но и очень ответственно Что человек хочет оставить не только для себя Какой след оставить чемпионат в душе волонтера Но и при этом, что сам волонтер сможет привнести в чемпионат мира Помочь в развитии чемпионата в целом Зона ответственности Елены на чемпионате – это фанфест Который будет проходить в Нижнем Новгороде на площади Минина Там поставят большой экран И болельщики, не попавшие на трибуну, смогут посмотреть все матчи в прямом эфире Есть определенный опыт как раз в управлении волонтерами И хотелось бы его применить относительно уже чемпионата мира Другой способ приобщиться к мировому событию – оформить паспорт болельщика и купить билеты на матч Что и сделал Александр Емельянов Он решил не упускать редкий шанс и увидеть звезд мирового футбола своими глазами Для меня этот чемпионат – это уникальная возможность посмотреть футбол высокого класса, скажем так, недалеко от дома Одни будут помогать в организации чемпионата, другие на себе почувствуют, как он организован И для тех и других это в первую очередь возможность окунуться в атмосферу спортивного праздника мирового уровня Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, СОРО-24 Если посмотреть на кошек породы корнишрекс, кажется, что это именно они изображены на египетских фресках Такие же стройные и длиннохвостые А глаза этих красавцев соответствуют основному окрасу шерсти Ясные, учистые, янтарного, кумариного, изумрудного или желтого цвета – они могут пленить любого Пленили они и Татьяну Шалдину И семь лет назад у нее дома появилась кошка этой породы по кличке Сафари Тирамису Кисонька очень добрая, очень-очень ласковая, очень человечная Я ее зову нянькой для своего сына, она его ходит, укладывает спать Выбрана эту породу вполне случайно Татьяна искала себе такого четвероногого любимца, у которого был бы мягкий характер А главное, чтобы не вызывало у ребенка аллергии на шерсть Если аллергия именно на шерсть, то эту киску заводить можно Но если на слюну и на выделение на ферменты, то, естественно, кошка она и вопреки кошка В программе выставки «Мартовские коты» гостей ждало немало сюрпризов Это и шоу домашних кошек, конкурсы рисунков, викторины и, конечно, традиционное представление пород Также в этом году любители кошек приняли активное участие и в конкурсе костюмов Кто-то просто нарядил своего любимца в красивый комбинезон, а кто-то подошел творчески и превратил кота в пчелу, царя и шахерезаду Но первое место занял Скоттиш Фолд в костюме Дарт Вейдера по кличке «Алмаз» Покупали мы его в Москве еще маленьким котенком Теперь у нас уже большой международный чемпион Все, что можно по России, мы уже выиграли Большое количество кошек, а желающих их погладить еще больше Казалось бы, это настоящее испытание для четвероногих, но нет Большинство котят без проблем шли на руки и играли со зрителями Мария Ируинч, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24 На кастинг проекта «Атомные дети» Василиса Котова приходит в четвертый раз Она поет и рисует, пишет стихи и пробует создавать музыку Но каждый раз камнем преткновения становится танцевальная часть кастинга На выступление она выложилась по полной и к результату относится философски У меня есть еще целая жизнь, чтобы попасть в проект И чтобы творить, чтобы нести людям чистые, светлые мысли На кастинге было место не только для сольных вокальных выступлений Участники читали стихи, показывали гимнастические этюды, коллективные танцевальные номера и декламировали прозу Виктория Филатова в составе хореографического коллектива «Сюрприз» уже не раз участвовала в различных конкурсах и концертах На пробы в проект девушки пришли с определенной целью Попробовать себя в новом направлении Ну, также это интересное времяпрепровождение Также можно познакомиться с новыми людьми Ну, и попробовать себя в чем-то новом Проект «Атомные дети» стартует уже в десятый раз Четких критериев отбора не существует Каждый год в городах присутствия госкорпорации «Росатом» Организаторам необходимо выбрать из нескольких сотен мальчишек и девчонок тех, кто подходит под задуманный проект Что должно получиться в итоге, организаторы пока держат в тайне Но и то, что известно, заставляет ребят выкладываться на кастинги на 100% В этом году весь репетиционный процесс, вся подготовка будет проходить в Венгрии На протяжении месяца мы будем там Соответственно, вот и первая тайна раскрыта Также мы будем готовить традиционный мюзикл, который покажем в городах России И в городах присутствия атомной отрасли Также за рубежом, в той же самой Венгрии, три выступления у нас назначены По словам Павла Пронина, критериев отбора детей в проект не существует Главное, выходя на сцену, оставлять все свои страхи и стеснения за порогом зала А во время выступления влюблять в себя конкурсную комиссию А вот каким образом это делать, каждый из участников выбирает сам Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов Служба новостей, Саров, 24 Прообраз вселенной или символ новой жизни В этом году православное сообщество отметит Пасху достаточно рано, 8 апреля Подготовка к одному из самых главных христианских праздников идет полным ходом Дети вместе с родителями делают поделки с изображением пасхальных яиц А волонтеры Центра Радость Моя при Храме Всех Святых проводят очередную благотворительную акцию В первую очередь она направлена на помощь всеми детьми инвалидами в нашем городе Сарове Кроме этого, конечно, мы ездим потом с пасхальными подарками в детские дома Какую-то часть помощи получает наша больничная группа волонтерская Центральным событием пасхальных дней милосердия по традиции становится большой красочный праздник с мастер-классами и интересной программой Для тех, кому не удалось на него попасть, добровольцы организуют выезды на дом Но любое доброе дело невозможно без поддержки Поэтому в рамках пасхальных дней милосердия волонтеры проводят сбор средств на организацию поздравлений И адресную помощь детям-инвалидам Акции проходят в крупнейших торговых центрах города Атом, Плаза и Куба Можно даже предложить свою помощь во время проведения праздника Наши волонтеры, они же, вот всегда мы устраиваем праздник Нужно проводить мастер-классы, накрыть праздничный стол, потом убрать То есть, если кто-то хочет присоединиться к этому делу, пожалуйста, мы всегда рады и милости просим Благодаря помощи горожан, 7 лет подряд добровольцам удается подарить светлый праздник Пасхи практически 150 семьям Принять участие в акции можно будет с 15 по 17 марта, а также 20, 22 и 23 марта В будни с 17.30 до 20.30, в пятницу с 5 до 8, а в субботу с 12 до 15 часов дня Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24 Вы, я так понимаю, наша новая горничная? Анна, сегодняшний день В первой сцене спектакля с озвучным названием «Бестолыч» перед зрителем предстает интерьер обычной французской квартиры и ее хозяин Который, придя с работы, встречает в родных стенах незнакомую даму Горничная Анна, сама того не подозревая, впоследствии становится центральной фигурой происходящих событий Главную роль в спектакле исполнила заслуженная артистка России Елена Сурадейкина На самом деле там все персонажи центральные Я такая разводила и режиссер всей этой межпухи, всей этой запутанной истории Хотя абсолютно, как любая комедия положений, она абсолютно понятна с самого начала А ситуация, в которую попадают герои спектаклей, впрямь курьезная Как иногда бывает в реальной жизни, у обоих супругов есть любовники, которые по воле судьбы оказываются в одной квартире На плечи горничной Анны ложится задача – не допустить встречи супругов в их собственном доме Французский драматург назвал пьесу «Служанка Анна», но режиссер посчитал это название достаточно скучным для легкого комедийного спектакля Изменил автор постановки и время действия Пьеса из современности переместилась в 20-е годы прошлого века Спектакль играет на сцене Нижегородской драмы уже более 10 лет И вот пришло время показать постановку Саровскому зрителю Гастроли посвятили Международному женскому дню Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24 Вместо тысячи слов и ритмичные движения на языке восточного танца Карина Владарская выражает свои чувства В студию «Тэнс-класс» она пришла около 4 лет назад И уже через два года Карина вместе с коллективом стала участвовать в конкурсах и фестивалях А сегодня юная танцовщица выступает в красивом и грациозном конкурсе «Принцесса Востока-2018» Покажу, что я умею все это делать Я не буду волноваться и покажу все эти эмоции, улыбки Я буду трудиться, чтобы получить первое место И труд Карины был оценен Девочка стала победительницей конкурса «Принцесса Востока» Путь к пьедесталу проходил через три испытания Визитная карточка, постановочный танец и импровизация Второе место в конкурсе «Принцесса Востока» заняла Надежда Миронова А почетная третья досталась Олесе Медведевой Также участницы были отмечены в номинациях «Мисс Улыбка», «Нежность», «Оригинальность», «Артистизм» и другие Дети на этих мероприятиях учатся, не боятся публики Учатся раскрепощаться, получать удовольствие от того, чем они занимаются Ярко интересный праздник Это всегда радует и детей, и взрослых Это помогает преодолеть определенные страхи И делать первые свои шаги и успехи на пути к большой цели Самые увлекательные для участниц это не только плавные и грациозные движения Но и возможность надеть необыкновенный и красивый костюм Уже сегодня девочки готовятся к отчетному концерту Который пройдет в клубе «Мечта» в конце мая Ирина Вашегородцева, Владимир Есенников, Сергей Рябов Служба новостей, Саров-24 Чтобы поймать сонную зимнюю рыбу, нужна сноровка и удача А для того, чтобы высидеть на морозе возле лунки несколько часов Рыболов должен обладать выдержкой и терпением Клевало у всех по-разному Так, приз за волю к победе получил участник, поймавший всего одну рыбу весом 4 грамма Судьи оценивали результаты в нескольких номинациях Традиционную статуэтку «Биг Фиш» получил рыболов за леща весом почти 100 грамм А золотую медаль вручили Александру Романову Самому опытному рыбаку его улов превысил 600 грамм И как считает победитель, секрет успеха – это тренировки и самодельные снасти Я за неделю готовился, паял, сверлил, все, оправдалось Очередные соревнования собрали любители спортивной рыбалки от мала до велика Самому младшему участнику 12 лет, а самому старшему – далеко за 50 Люди, кто хотят заниматься не обычной рыбалкой, а спортивной Уже немножечко другие понятия – спортивной и любительской рыбалки Кому больше интересен азарт, соревнования, федерация этому способствует Все участники были отмечены дипломами Федерации спортивной рыбалки Организаторы подготовили памятные подарки и спецпризы Опытные рыбаки подтвердили, а некоторые повысили спортивные разряды Елена Грецкого, Владимир Есейников, Владимир Лисик, Служба новостей, СОРО-24 Для Андрея Ермакова занятие кикбоксингом не просто спорт, а стиль жизни В этом направлении все решают доли секунды А основой успеха становится молниеносная оценка ситуации и принятие правильного решения До первого места Андрея не хватило всего лишь нескольких побед В итоге он стал третьим Было сложно перенести дорогу, но потом, когда уже разогнался, первый бой выступил Во втором бою уже попался человек посильнее Но можно было выступать и, наверное, дорога самая тяжелая была В планах у спортсмена положить свою копилку как можно больше наград и стать мастером спорта Такую же цель преследует и Василий Поздяев На первенстве Приволжского федерального округа молодой человек также занял третье место Василий признается, чтобы стать первым на турнире ему не хватило опыта Мы приехали первый раз на Приволжский федеральный округ У нас у всех не больше десятка боев по кикбоксингу Для меня третье место для первого раза это нормально Тем более мы только влились в игру, дальше будет сложнее, дальше будем побеждать уже Тренер спортивной школы «Кар» Виктор Шлепугин уверен, что залог успеха любого спортсмена – это дисциплина Соревнования такого рода, по его мнению, помогают познать вкус победы и горечь поражения А также повысить свою квалификацию в этом виде спорта Это отлаженная система в спорте, она в любом виде такая существует И поэтому здесь есть заинтересованность детей, то есть они на одном уровне показали свой результат, дальше стремятся, дальше, дальше, дальше Также на первенстве в Тольятти Артем Серов завоевал золото, Максим Житков – бронзовую медаль Андрей Дайнек занял пятую строчку турнирной таблицы Уже сегодня спортсмены готовятся отправиться на финал чемпионата России по кикбоксингу, который пройдет в Ульяновске в конце апреля Ирина Вышегородцова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, служба новостей, Саров-24 Интриги не получилось На 14 забитых команды Саров Инвест Шайб хоккейный клуб из Арзамаса смог ответить всего четырьмя Игроки Саровской команды взяли на себе инициативу с первых минут встречи Три быстрых атаки закончились голами в исполнении Михаила Румынина Завершать матч с двузначным счетом на табло нашим ребятам помогают не только тренировки и личное мастерство Поддерживают близкие, приезжают девушки, жены И так, ну обычные болельщики тоже видно, орут, болеют Поддерживают команду, чтобы выиграл даже не в своих дверях, а дома Во втором периоде болельщики оживились на трибунах Собравшись силами в перерыве, Арзамасские хоккеисты начали отвечать голом на гол Несколько пропущенных подряд шайб хоккейной команды Саров Инвест слегка озадачили тренера Счет все равно позволял играть, я думаю небольшие расслабления сказались И где-то вратарь неуверенно сыграл После второго перерыва хоккеисты Сарова учили ошибки предыдущих игровых отрезков И вновь смяли оборону арзамассцев Быстрые атаки и точные пассы, множество бросков по воротам и удаления, которые следовали одно за другим Борьба выдалась интересной и эмоциональной По мнению болельщиков, вторая встреча этих двух команд получилась более зрелищной Видно, что спортсмены из Арзамаса готовились ко встрече с лидерами турнира Ну, уже они почетче стали играть, сопротивляться, бороться Ну, интересная игра становится Игры серии плей-офф только начались и впереди у команды Саров Инвест еще немало выездов и домашних матчей Как показывают результаты всех предыдущих игр, у ребят есть большие шансы стать чемпионами области Кирилл Васильев, Владимир Есенников, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24 Ваши деньги Как за каменной стеной Саров Бизнес Банк Стабильный Благополучный банк Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова